Дико удобная планировка дома 100 квадратных метров. Привет, друзья! Мы недавно выпускали для вас видео с обзором дома 100 квадратных метров, в котором было 3 спальных комнаты. Но сегодня мы приехали на наш построенный каркасный дом для того, чтобы показать вам жутко удобную планировку дома в 100 квадратов, в котором 2 спальных комнаты. И давайте дальше по порядку. Поехали! И давайте, друзья, начнем с экстерьера. Про конструктив в этом случае не будем рассказывать, потому что много об этом говорим. Перейдите на канал, посмотрите любое видео про конструктив каркасных домов. И в случае экстерьера этого конкретно дома, здесь популярный фасад, декоративная плитка Хауберг. Мы очень часто строим такие дома, но вот цвета используются очень нестандартные. Ну, как-то так получается, что обычно заказчики выбирают себе что-то серое, либо что-то темно-коричневое. Здесь же фасад издалека очень-очень напоминает натуральный керамический кирпич. И называются эти цвета на цоколе обожженный кирпич и на основном фасаде терракотовый. Все это плитка Хауберг компании Технониколь. На крыше у нас здесь металлочерепица со снегозадержателями, водосточка, карнизные свесы. Ну, в общем-то, все остальное стандартно. Дом этот по размерам 7,8х12, прямоугольной формы, повторюсь, с террасой 15 квадратных метров. И лучше сейчас сразу же начать с главного входа, покажу вам планировку. Здесь у нас крыльцо 3 квадрата, сразу пойдем дальше в дом. Здесь у нас дом, который прямо сейчас будет готов к сдаче. Но осталось еще немножко подмести внутри дома, собрать мусор на участке. Не обращайте на это, пожалуйста, внимание. У нас канал о строительстве. Мы здесь, к сожалению, все в процессе показываем. Заходим в дом. Здесь у нас тамбур 5 квадратных метров. Да, блин, почти 5,7. То есть, по сути, это большой полноценный тамбур, куда может зайти сразу вся семья. Сразу же все разулись, разделись, расположили верхнюю одежду вот здесь в шкафу. И проходим в котельную. Котельная по площади 5,5 квадратных метров. Она симметричная к тамбуру. И здесь можно поставить сразу же газовый котел, электрический котел, бойлер. В общем-то, все, что угодно, можно поставить. Для каркасных домов это не стандартная история. Обычно здесь делаются небольшие котельные, в которых только располагается электрический котел. Но этот дом может быть реализован как с газовым, так и с электрическим отоплением. Что однозначно удобно. Итак, кухня-гостиная. Она здесь 32 квадратных метра. Высота потолков в доме 2,80. Реально большая, хорошая кухня-гостиная с отдельным выходом на террасу через большое окно-дверь. Плюс еще 2 стандартных окна света, в принципе, в доме достаточно. Сейчас у нас за окном паспортная погода. Ветер 16 метров в секунду. Поэтому, как бы, ну, может вам казаться темно на картинке. Но на самом деле ощущается очень светлым это помещение. Выход на террасу. Терраса 15 квадратов, как я вам уже ранее говорил. Но мы сейчас туда не пойдем, чтобы нас не сдуло. Но пойдем в спальные комнаты. Итак, про спальни. Хочется поговорить прямо отдельно. В общем-то, первая комната, которую мы назовем детской. Она у нас по площади 11,5 квадратов. И вот сейчас, как мне кажется, это эталонный размер любой спальной комнаты. Неважно, детской или минимум для родительской. Просто спальни по 8 квадратных метров. Ну, это совсем грустно. И это только в случае, если, ну, уж совсем прям строго не хватает денег. И, ну, хоть где-то хочется жить. С первой спальной комнатой все понятно. Здесь вторая родительская комната. Она у нас по площади уже 15, до почти 16 квадратных метров. Планировка, кстати, друзья, перед вами сейчас появится. Это, посмотрите внимательно, просто про площади все сразу, чтобы я там где-то, может быть, не оговорился. 16 квадратных метров, назовем так, вторая спальная комната с окном. И отдельной гардеробной, которая еще дополнительно 3,5 квадратных метра. Ну, то есть, по сути, полноценная мастер-спальня. Можно в теории сделать там санузел. Конкретно в нашем проекте это гардеробная. И последнее помещение в этом доме, но не менее важное, это ванная. Она здесь 5,5 квадратов. Тоже комфортный размер. Уже сразу же можно поставить или ванную, или душевую кабину. Короче, вариативность очень большая. И вот именно это я называю дико удобным проектом. Когда мы получаем нормальные человеческие спальные комнаты, большую кухню-гостиную, гардеробную, котельную, которая может и газ, и электричество в себе сочетать. Но при этом это 100 квадратных метров. И на сегодняшний день, если мы строим такой дом под ключ, внешне готовый, со всеми коммуникациями, внутри пречистовой, чтобы вам осталось грубо взять пачку ламината, рулон обоев, сделать здесь косметику и переехать, это 6 миллионов рублей ровно. Со всеми материалами и работами. И вот, друзья, сейчас, если вы, например, планировали построить такой дом по льготной программе, которая на сегодняшний день еще работает, вы еще успеваете это сделать. Для этого вы можете просто перейти в любой наш контакт, в описании все есть, связаться с нами, мы отправим вам этот проект в подробном формате, плюс на него смету сделаем, и вы сможете совсем детально ознакомиться. А вам огромное спасибо за просмотр, поставьте лайк, если проект понравился, ну и подпишитесь на канал, собственно говоря, чтобы увидеть больше в мире строительства, где мы говорим честно и просто. Всем хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!